С измерением температуры на входе, обработкой рук, дистанции в полтора метра и не больше 30 человек одновременно. Мастерам спорта, кандидатам, а также именитым спортивным командам Ульяновской области разрешили возобновить тренировки на открытом воздухе. За состоянием здоровья спортсменов постоянно наблюдают медики. После тренировки весь инвентарь на стадионе дезинфицируют. Мы сделали распоряжение, в котором четко объяснили такой чек-лист. То есть, как должен заходить спортсмен, какую дистанцию должен соблюдать. Полторы метра при входе и три метра во время самих занятий. Тренировочная дистанция – три метра. Обработка рук при входе. Тренеры и инструкторы должны быть в масках, перчатках. Средства индивидуальной защиты в основном касаются контактных видов спорта. А вот футбольному клубу «Волга» осуществлять свою деятельность в полной мере до сих пор нельзя. Команда пока занимается общей физической подготовкой. Сейчас идет согласование по футбольному клубу «Лада», который тоже планирует пока базироваться либо здесь, либо на сезоне старта, им там ближе добираться. И прямо сегодня мы получили поручение – разрабатываем следующие этапы открытия наших объектов и какие группы тренировочные. Боксерам из Димитровграда приходится за тренировками ездить в Ульяновск. Для этого организован специальный транспорт. 25-летняя чемпионка Европы по боксу, мастер спорта международного класса Светлана Салуянова застала пандемию коронавируса в Лондоне, где ее от путевки на Олимпиаду отделял один бой. Девушка вернулась вместе со сборной домой. Продолжила тренироваться, только уже в условиях четырех стен собственной квартиры. «Чисто физически мне очень трудно не тренироваться в том объеме, в котором я тренировалась до этого. Для меня очень важно, что у нас появилась какая-то возможность себя держать в той же форме, вернуться сначала в ту форме, в которой мы были до этого, и уже держать себя до дальнейших стартов в этой хорошей форме». Мастер спорта по легкой атлетике Ильфат Садеев до пандемии готовился к чемпионату России, который должен был состояться в июне в Чебоксарах. Признается, что не бегать не мог. Выбирался в лес и преодолевал километры в одиночестве. «У нас так и так сейчас идет подготовительный период, то есть летом основные старты у нас. А весна – это мы набираем объемы, обороты. В принципе, то на то и вышло. Немножечко мы отошли от плана, но сейчас нарастаем, накатим». С пяти до восьми утра вход на стадионы открыт для любых желающих заняться физической подготовкой, но с соблюдением всех мер безопасности. А возможно, под конец мая на стадионы тренироваться пустят и всех остальных профессиональных спортсменов, включая детей. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.